Всем привет, дорогие друзья! Сегодня очень интересный день, ждет нас впереди. Мы отправляемся на канатную дорогу и в путешествие по крепости вместе с Зульфьей и Натальей, которые приехали из Астрахани. Если вы хотите добраться до канатной дороги на автобусе, то вы доезжаете вот до этой остановки около аквапарка. Аквапарк находится прямо за мной, вот с той стороны. Вы выходите на этой остановке и далее по направлению моря, идете по направлению к морю и далее вы уже увидите канатную дорогу, на которой можете прокатиться. Ну а сейчас я жду Зульфию и мы отправляемся. Наконец-то, через полчаса ожидания Зульфия и Наталья приехали и мы пришли уже на канатную дорогу. Сейчас поедем на самый верх. Вы смотрели видео про канатную? Да, да. В общем, кто не смотрел, когда я ездила одна, ну с Айханом, есть видео на канале, смотрите. Ну а сегодня мы погуляем втроем, может быть еще найдем что-нибудь интересное. Да, интересно. Вход, как я уже говорила, на канатную дорогу стоит 18 лир на одного человека, на взрослого, туда и обратно на ребенка стоит 10 лир. В одну сторону 14 лир и на ребенка в одну сторону 8 лир. С 9.30 до 22.30 она работает. Но, друзья, не забывайте, что крепость работает до 7 часов и если вы поедете в 10 или в 8, вы не сможете попасть в крепость, а только прокатитесь на канатной дороге. Ну что, Зульфия, вы в предвкушении? Да, да, да. Да? Да. Мы заходим в нашу кабину и начинается наше восхождение. Вы готовы? Да. Слушайте, ну здесь так нормально, место... Натуральные кондиционеры, место нормально. Мы уже практически поднялись наверх. Вот, вы видите, там последняя станция находится. Ну а... Главное не раскачивать. Ну а сзади нас открывается панорама на город и на пляж Клеопатра. Здесь, конечно, не очень хорошо видно, но нет, все равно видно чуть-чуть. На обратной дороге вид, конечно же, лучше, потому что сейчас здесь мешают вот эти вот двери. А на обратной дороге окно будет, и будет классный-классный вид. Кстати, вот там внизу, видите, где дорога? Ага. Вот там вот внизу, вот оттуда, если пройти, проехать по этой дороге и дойти до самого краю... Вот ты говорила. ...оттуда открывается, да, да, да. Оттуда просто обалденный вид на Клеопатру открывается. В общем, мы уже доехали, нас встретили с музыкой. Мы доехали... Сколько ехать примерно? Ну, пять минут, да? Ну, минут семь, наверное. Ну да, пять-семь минут где-то ехать, и я спросила у работника, он сказал, что каждый день приезжает примерно две-три тысячи человек поднимается на канатной дороге. Ну, наверное, туда и обратно. А сейчас нас ждет дорога вверх по лесенке. Ну, мы пойдем медленно, что? Медленно. Медленно. Ну да, водичка у нас есть. В общем, вот по такой вот дороге мы идем наверх до самого Эхмедека, и там уже будем гулять по внутренней крепости. Вы готовы к приключениям в турецком доме? Да. Да? Да. После посещения пещеры Дим, мы готовы к нам жипах и обливаниях водой. Слушайте, ну у вас такой прям насыщенный отпуск получается. Ой, молодцы. Ну, завтра все подробнее расскажете. Да, да, да. Когда поедем. Будет смешно, если мы будем опять втроем. Ну, столько желающих было на канале. Ну, ничего. Человек десять набрался. Нам скучно не будет, я думаю. Так, идем медленно, чтобы не устать сильно. В общем, мы поднимаемся вот до туда, до самого верха. Эхмедек. С Эхмедеки открываются, кстати, самые классные виды на Лане. 360 градусов, но отсюда открывается вид на набережную, на маяк. Кстати, на маяк нужно вам еще сходить. Вот туда до конца. Очень классно там. Когда отчаливали вчера, когда на корабле катались. Да. Вот отсюда откуда-то. Ну, вот, вот, от набережной вы отходили, да. В общем, такой красивый здесь вид. Хвойный. Когда ты к скалу объезжаешь эту, так здорово. И там парень у нас прыгал. Со скалы. Со скалы прыгал. Потом подошел мальчик и собирался у нас денежку. За это, а за шоу. За зрелище. Но там такая вода. Бирюзовая. Там волн нет. Осторожность. Ага. Бирюзовая, волн нет. У нас-то волны там. Ну, классно. Да, я тоже люблю на корабле ездить. Да, я села на нос. Меня так обдувают. В общем, мы продолжаем наш путь. Мы уже практически пришли, кстати. Привет. Устали? На Ланья. Есть немножко. Ну, ничего. Осталось чуть-чуть подняться. А потом только спускаться. Ну, да, что-то они... Что они здесь строят? Перекапывают? Не знаю. Ну, а мы заходим в Эхмедек. В Эхмедеке. У нас есть классная обзорная площадка. Откуда открывается... Панорамный вид. Но туда вход платный. Если вы хотите пройти наверх. Раньше можно было подниматься вот здесь. Дотуда. Вот оттуда был обалденный вид. А сейчас только сюда пускают. Ну, в общем... Красиво, но мало. Видите, прям загородили. Я же у них спрашивала, будут открывать или нет. Сказали, что нет. Ой, сказали, что да. Мы один раз туда с Егором без спроса слазили. Ну, конечно, камни. В общем, вот так вот выглядит внутренняя крепость. Насколько я знаю, здесь раньше располагалась тюрьма. Тюрьма? Для посетителей крепости. И когда вы выходите из Ихмедейка, перед вами открывается вот такой вот просто потрясающий бит на пляж Клеопатры. Здесь до сих пор продолжают что-то строить. Может быть, даже лестницу. Скорее всего, будут продолжать сюда лестницы, потому что скользко ходить. Ну, а отсюда открывается вот такой вот красивый вид на пляж Клеопатры. Вот эти штуки на стол, да? Для украшения, да. А вот эти гобелины. Ну, вот эти вот мне прям нравятся. Они такие прям яркие, красочные, всяких разных цветов есть. Веера, шляпы. Зульфия, померите шляпу какую-нибудь? Розовую. А, ну что, модно? Сколько стоит, когда мы ездили в пещеру? Мы зашли тут в магазинчик, где продается куча всяких разных. Интересных вещей. Ну, например, есть летняя одежда. И что самое интересное, мне нравится, из таких вот гобелинов в сумке, наверное, нет. Ну, вот всякие разные, например, наволочки из катерти, вот такие вот, были бы очень красиво. Ну, и, конечно же, лампы из тыквы. Из тыквы, да. Кабак. Очень красивые. Кабак тоже тыква, да? Угу. Суккаба. Ну, и, конечно же, мои любимые шарфы. Какие хотите. Всякие разные палантинчики. Халя. Очень классно. Вы любите такие шарфы носить? Ну, сколько они стоят. Тоже. Найкадэ арбунар? Ерме. Двадцать. Все двадцать. Все за двадцать. Мы уже сходили в мечеть 1533 года. Одна из самых старых мечетей в Алании. Это обязательно посетите. Очень было интересно. Ну, а сейчас мы отправляемся в традиционный турецкий дом. Называется Сулеймания Джами. Отправляемся в традиционный турецкий дом. В общем, гуляем по крепости. Зульфия, а как вам мечеть? Ну, поражаю, что с таких времен древняя вся сохранилась. Да, такая древняя. Считай, почти 500 лет ей. Ну, да. Все аскетично, как в мечети, как положено. Ну, да. У нас не украшают же вот это все. Как положено все беленько, чистенько. И мам только непонятный какой-то. Вот мы подходим к турецкому дому. Видите, здесь тоже все перестраивают. Поскольку на путь туристов-то 2-3 тысячи человек каждый день после строительства канатной дороги стало приезжать. Молодцы они. И вот здесь всю территорию облагораживают. Только интересно, что здесь будет. В общем, друзья, нам не повезло. Дом закрыт. Туда нельзя. Делают, реставрируют его. Потому что будет какое-то событие 30 сентября. И дом закрыт на реставрацию. Все там, в общем, покрашено. Но кто не видел, как выглядит дом изнутри, смотрите видео о канатной дороге. Я оставлю на него ссылку в описании. Обязательно смотрите. В этом доме мы уже были. Ну, а сейчас, в принципе, смотреть-то тут больше нечего. Наталья, что вы тут нашли интересного? О! А? Окно. Окно. Ой, отсюда тоже. Ой, такой классный вид отсюда. Слушайте, я еще даже не была здесь ни разу. Ой, обалдеть, какая красота. Да, друзья, посмотрите, какой вид отсюда открывается. Старинные домики, набережная, Красная башня. Очень-очень красиво. На выходе из Эхмедека на дороге мы зашли в такую кафешку. Видите, здесь продается герзлимэ с разными вкусами. Мы уже заказали. Сейчас я вам покажу, что мы заказали. Зульфия, Наталья уже кушают. Сейчас я вам покажу, что мы заказали. Что мы заказали, друзья? Фотатэ. С картошкой. И со шпинатом. Шпинат как будет? И спонат. Со шпинатом. С сыром. И вот такая вот одна герзлимэ стоит 5 лир. Стоит 5 лир. Чай 2 лиры приносят. Помидорчики, огурчики. В общем, для перекуса дневного-то нормально. Отлично. Так что мы будем... 12 лир получается. Вот это и чай 12 лир. 12 лир, да. Так что мы будем кушать. Дальше пойдем. Обратно уже пойдем. Вы будете глотать сегодня. Дорогие друзья, когда вы проходите мимо мочей, то вы можете увидеть вот такую вот вывеску. Автобус. Этот автобус канатной дороги Алани. Далее он едет наверх на смотровую площадку. И прямо вот здесь вы также можете увидеть, что здесь отсюда автобус отходит. Шаттл. Выглядит он вот так. В общем, можете здесь сесть, доехать доверху и потом вернуться обратно на Эхмеда. А еще мы встретили турецкую свадьбу, но невеста с женихом уже. Вот. Кстати, друзья, смотрите. Мечеть и прям автобус. Да? Да. Мечеть. Мечеть. И прям за мечетью автобус. И он, я думаю, что он уезжает, когда наполняется народом, да? Такой сидишь, час прошел, два прошел. Уже мог туда-обратно пешком сходить. Ну, в общем, самое главное, что автобус есть. Никакие не машины для гольфа, машинки для гольфа, а автобус есть. Ой. В общем, так мы погуляли. Как у вас впечатление? Ой, старина. Старина. Самое главное, прохладно. Воздух здесь совсем другой. Не как на море. Такой вот хвоей пахнет. Ага, лесной такой, да. Да, хвоей пахнет. В общем, нам понравилось. Возвращаемся обратно на канатной дороге. По дороге мы встретили целую черепашью семью. Целых три штуки, представьте. Это поросята. Чешутки. Они живут здесь. Дум-дум. Дум-дум. Быстрее, быстрее. Тык-тык, провозиком. Тык-тык-тык. Слушайте. Быстрее, быстрее. А он ее реально, что ли, подпитывает? Да, да. Сталкивает, типа, тк-тк. Тык-тык. Тык-тык-тк. Офигеть. Офигеть. Она смотрит. Надо или не надо? Они ее под... Так она же может упасть. Посмотрите, какая она стырная. Сама иди вперед. Так, еще одно я слышу идет. А это, наверное, та оттуда чешет. Сверху. Все, убежали. Целых четыре черепахи. Еще одна. Слушайте, ну мы как с этого самого, с непонятного края сбежали, черепах не видели. А вы фоткаетесь? Ну что, наше путешествие в Крепостелане по канатной дороге заканчивается. Сейчас спрошу у Зульфии и Натальи, какие у них впечатления. Ну что, рассказывайте ваши впечатления. Впечатления оправдались. То, что я до этого видела по интернету, я увидела воочию. Ну, такой, прикоснулись к истории. Если бы зашли в мечеть 500 лет недавности, каждый камень о чем-то, наверное, говорит. Увидели кучу черепах. А, да, кстати, черепахи были обалденные. Живут своей жизнью. Осторожно. Ну, в общем, сейчас возвращаемся... Осторожно, говорю, что... Не рассчитала. Возвращаемся на канатки в город. Ну, а вас всех приглашаем в Аланью. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Комментируйте. И, конечно же, добро пожаловать в Аланью. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Друзья, как по скриптуму, в конце нашей прогулки мы зашли в магазин к Натали, где продается натуральное оливковое масло, оливки и мыло. И Зульфия тут берет, хочет посмотреть всякие разные подарочки. Сейчас я вам тоже покажу, что здесь есть интересного. Ну, в первую очередь, натуральное оливковое масло. Вот так вот оно выглядит. И очень-очень много видов натурального душистого мыла. И с медом, и с розой, и с различными другими детским мылом. Вот это вот мыло с медом просто невероятно вкусно пахнет. В общем, если вы хотите привезти что-то достойное из Турции, посмотрите, какие вот красивые баночки, вы можете прийти к Натали в магазин, ссылка будет в описании, и привезти вот такого вот плана сувениры себе. Зульфия, а что вам понравилось? Я взяла себе много. Ну-ка расскажите, ко мне покажите. Мне понравилось. Ага. Это с чем оно? Это с лавровым листом. С лавровым листом. Здесь даже вот этот от глаза. От глаза, да. Для подарка, как сувенир, вообще классный. Стоит всего 5 лет. А вот это с лавровым молоком. Это чуть-чуть подороже, уже сувенирная упаковка. И вес здесь побольше в два раза. Цена получается 9 лет. Классно. Упаковка тоже такая красивая. В общем, выбор. Ну, самые классные сувениры из Турции, это вот мыло и вот такие вот всякие, да, штучки, мне кажется. Я вот тоже всегда везу. И мыло, и оливковое масло. Друзья, вот такой вот классный магазин. Обязательно приходите. Наталья вам все расскажет, покажет. Ну, а мы идем дальше в магазин. Куда мы идем? К Бурхану? К Бурхану. За текстилем. За текстиль. Я комментарии даже писала, что я к нему хочу за тряпочками. Все, мы... А сейчас мы идем туда.